Итак, с приходом Иисуса Христа к людям на землю пришло еще и Царство Божие. Пришло, потому что Иисус Христос – это Царь. И вот интересно, что притча о сеятеле открывает вот этот вот приход Царя и приход этого Царства, ну, если можно так сказать, в едва различимой форме. Оказывается, Царство Божие приходит даже в какой-то уязвимой форме. Оно приходит как семя, семя, которое возможно похитить. Оно приходит как семя, которое иссушает жар. И оно приходит как семя, которое заглушает терни. Наверное, это один из парадоксов Евангелия, где приход правления Бога отождествляется именно с хрупким семенем. Царство Божие – это царство силы. Однако сила, которую не всем одинаково видно, и невосприимчивость сердца человеческого проявляется по-разному. Я думаю, вы уже это заметили. Интересно, что вот опять, если говорить об учении Господа Иисуса Христа, вот Его учение очень часто, ну, полностью, оно противоречит естественным наклонностям человека. Ну, вот Господь говорит о богатстве, которое имеет силу, ну, привлекает человека. А в конечном итоге вот это вот влечение богатством, оно обманывает человека. То есть Господь говорит об опасности, что вот, ну, богатство в конечном итоге, оно обманывает человека. Ну, давайте это сравним с тем, что сегодня говорят о богатстве. Но, к сожалению, мы с вами живем в такой культуре или окружены такой культурой, ну, которая полностью поклоняется вещам. Мы с вами окружены такой культурой, которая призывает сегодня человека жертвовать, жертвовать семьей, жертвовать временем, жертвовать верой. Ради чего? Ради больших и лучших домов, ради драгоценностей, ради автомобилей, ну и так далее. «Посеянное в тернии» означает «слышавших слово», но в которых заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает бесплодам. Вот интересно ответить на вопрос, а вот эти вот слова об обольщении богатством, ну, говорил ли Господь это, ну, может быть, для будущих поколений, может быть, для нас с вами, которые живут уже в 21 веке и живут в самой развитой стране этого мира, или же все-таки эти слова оставались насущными, или было ли обольщение богатством для современников Иисуса Христа. Но вот опять, если посмотреть на его учения, можно заметить его слова, когда он говорил о том, что трудно богатому войти в Царство Небесное, или даже говорил о том, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Вот эти слова Господь произнес тогда, когда богатый молодой человек с сожалением ушел от него. Почему? Потому что Господь сказал ему, чтобы он продал все, что имеет, и раздал нищим. Знаете, вот по большей части, читая Священное Писание, читая Евангелие, ведь мы с вами, людей, которые жили в то время, но ведь мы с вами их считаем довольно бедными, не так ли? Вот представьте себе слова об обольщении богатством, об опасности богатства, они были насущными для людей, которых мы с вами считаем бедными. Насколько же серьезнее эти слова сегодня могут звучать для нас с вами. Насколько же опаснее обольщение богатством сегодня, оказывается, человеку и сегодня, может быть, особенно и сегодня, возможно, ну, как говорит притча, задохнуться, задохнуться от количества вещей, которые он пытается приобрести. Ну, вот опасность заключается в том, что богатство, оно душит человека не сразу. Это постепенный процесс. Подобно сорнякам из притчи Господа Иисуса Христа, богатство растет постепенно. Медленно, медленно вещи, вещи, они душат зарождающуюся духовную жизнь внутри человека. Ну, между прочим, мы все с вами знаем людей, которые разрушили свою жизнь, поставив погоню за богатством выше своей семьи или других истинных ценностей. Может быть, мы с вами не знаем лично, но хотя бы из священного писания мы знаем Ахана. А человек, который погиб вместе со своей семьей, почему? Потому что пожелал красивой вавилонской одежды, он пожелал 200 серебряных монет и слитка золота, предметы, которые были запрещены Богом. Мы знаем с вами историю бананий Сапфири, это люди, которые обманывали о деньгах. Они просто делали вид, что отдали церкви полную стоимость участка, в то время как на самом деле удержали часть стоимости. Тем не менее, очень важно отметить, что проблема не в деньгах. И проблема не в вещах, хотя Библия намекает на опасность, которая часто связана с наличием большого количества денег. Вы знаете, в Библии есть примеры богатых людей, которые на протяжении всей своей жизни оставались благочестивыми людьми. Люди, которые служили Богу, Авраам, Иов или Давид. Получается, что вопрос заключается в том, что человек думает о деньгах. И вопрос заключается в том, что является нашим с вами приоритетом. Христос предупреждает, никто не может служить двум господам. Священное Писание не говорит против собственности, а только против пагубной озабоченности, собственностью. Священное Писание говорит против любви к деньгам. Писание говорит против любви к деньгам. Есть несколько причин, по которым мы с вами должны сделать своим приоритетом накопление духовных сокровищ. Ну, буквально, коротко, некоторые из этих причин. Ну, что Библия в первую очередь отмечает, что материальные вещи, они недолговечны. Вы знаете, интересно, вот Писание предупреждает, что вот какие бы вещи ни накапливал человек, да, вот есть опасность того, что вот это пропадет. Есть еще одно очень-очень интересное предупреждение Священного Писания. Вот, ну, даже если мы с вами все наши вещи превратим в сбережения в банки, да, отдадим это под проценты, да, вот Священное Писание говорит, даже если стоимость ваших сбережений будет продолжаться, расти, в конечном итоге Священное Писание предупреждает, что небо и земля исчезнут. И вот вопрос для человека, а когда исчезнут небо и земля, где будет человек? Когда исчезнут небо и земля, где мы с вами будем тогда? И Библия предупреждает, вот если не накопите неприходящее духовное сокровище на небесах, где же вы будете тогда, когда исчезнет небо и земля? Следующее Священное Писание говорит о том, что внимание на деньгах привязывает человек. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ну, опять, имущество само по себе неплохо, но вот мы с вами как люди в своей глубине созданы для небес. И вы знаете, вот наши с вами самые высокие и благородные качества, они касаются не того, что у нас с вами общего с животными, а того, что мы с вами созданы по образу и по подобию Бога. О том, что мы с вами созданы для общения с Богом. И если мы с вами как люди концентрируемся только на богатстве, мы задушим все самое лучшее, что может быть в человеке. И получается, что мы с вами станемся простой оболочкой того, кем можем быть на самом деле. То есть, если мы с вами поглощены деньгами, мы пустим в жизни все, что действительно имеет значение. Ну и последнее, что обращу ваше внимание, еще раз повторю это слово Господа. «Никто не может служить Богу и деньгам одновременно». Вы знаете, в Священном Писании появляется очень интересный термин, термин, который вот так вот интересно объясняет любовь человека к деньгам. Это слово, я думаю, это арамейский язык, слово «мамона». То есть, Господь говорит, не можете служить Богу и мамоне, то есть, Он использовал это слово. А вот есть несколько вариантов происхождения и значения этого слова. То есть, изначально это было безобидное слово. Значение, слово имело безобидное значение. Мамона произошло от глагола, который просто обозначает доверить. Доверить или отдать в чьи-то руки. Таким образом, ну то есть, это относилось к богатству, которое один верял другому на сохранение. То есть, что такое мамона изначально? Изначально это ваше богатство, ваше сбережение, которое вы просто отдаете на хранение другому человеку. А вы знаете, вот на этом этапе у слова «мона» не было отрицательного значения. Однако, со временем, значение слова сместилось с пассивного на то, что вверено. Оно сместилось на активное – то, чему человек верит. Не то, что вверено, а то, чему уже человек верит. И вот здесь даже произошло интересное. И вот тогда это слово начали писать с большой буквы, с заглавной буквы, обозначая, что это имя Бога. Имя Бога, которому служит человек. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Священное Писание предупреждает, что мы с вами не сможем служить Богу и мамоне. Иногда нам может показаться, что можем. Да, вот мы живем в такой культуре, в таком обществе. Конечно, мы можем оправдываться и говорить, что деньгами можно служить Богу, ну и так далее, и тому подобное. Действительно, Священное Писание призывает и говорит нам с вами, что христианину очень полезно с самого начала решить, что здесь, на земле, мы служим Богу. И если мы принимаем такое решение, когда-то мы с вами обязательно обнаружим, что на самом деле, служа Богу, мы собирали вечное духовное сокровище на небесах. И это сокровище никто не разрушит. Аминь.